Вместо резких салатов, расчистка пепелища и экстренный ремонт кровли. Так провели 31 декабря жители улицы Новый в Верхнеблаговещенском. Утром в канун праздника, скорее всего, из-за неисправной печи вспыхнул второй этаж. Обошлось без жертв. Никто не пострадал и при возгорании автобуса. 36-й 1 числа воспламенился прямо на остановке. Всего же за праздничную неделю в областном центре пожары тушили 17 раз. ЧП коммунальное едва не сорвало праздник почти двум тысячам горожан. Из-за порыва на водоводью в шести многоэтажках Помухина и Амурской утром 31 числа отключили воду – и горячую, и холодную. В пять домов услугу вернули в тот же день, в один – спустя двое суток. Привыкшие к подобным происшествиям жители отнеслись философски. Не мыли посуду, пытались как-то мыть, но всё равно не получилось. Машина приезжала два раза в день, утром и вечером набирали воды и жили без воды. Ну, что же сделаешь? Ну, не мытые только были, и всё, а так всё нормально. На Новый год второй раз, 31-го второй раз. А вообще почти каждый год, ну, в разное время. Аварий коммунальных за минувшие выходные зафиксировано пять, ровно в три раза меньше, чем год назад. Все оперативно устранены. Число дорожно-транспортных происшествий в городе тоже снизилось на 13%. Все их участники живы, чего не скажешь о тех, что случились на дорогах областных. 4 января возле Зеи при ударе авто об дерево погибла 32-летняя амурчанка. 6 числа столкновение легковушки с грузовиком в Сковородинском районе унесло жизни двоих. Мария Селезнёва, Денис Лугов. Программа «Город».